МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самые важные новости региона прямо сейчас в студии Анны Рязановой. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Японская командная забава в столице Поморья. Спортсмены-любители начали подготовку к масштабному турниру по юбке Гассен. Как избежать рецидивов и помочь бывшим заключенным адаптироваться в обычной жизни, обсудили на видеоконференции региональных управлений УФСИН России. В книгах с головой фотовыставку с таким названием организовали архангельские лицеисты. Сегодня утром на Краснофлотском мосту в Архангельске произошло страшное ДТП. Столкнулись грузовая газель и легковой автомобиль. Водитель Лады Гранты обгонял китайский внедорожник и выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с грузовой газелью. Отечественную легковушку от удара отбросила на Ховер. Водитель Лады Гранты погиб на месте. Пассажир госпитализирован в реанимацию. Рулевые газели и Ховера не пострадали, но их автомобили значительно повреждены. В Котласе грядет реорганизация в сфере культуры. С 1 января 2018 года четыре дома культуры объединятся в одно учреждение. Оно будет называться «Культурно-досуговый комплекс муниципального образования Котлас». Реформа пройдет в виде присоединения к Центральному Котласскому дворцу культуры трех учреждений, работающих в микрорайонах города. Лиминский ДК, ДК «Октябрь» на ДОКе и ДК в поселке Вычегодский станут структурными подразделениями нового культурно-досугового комплекса. Главная цель грядущей реформы – сокращение расходов на управленческий персонал и сторожей. Высвободившиеся средства планируют направить на повышение заработной платы специалистов. Посмотрев штатное расписание учреждений, были, скажем так, выявлены дублирующие штатные единицы – это административно-управленческого, вспомогательного персонала. Часть из них будет сокращена, часть из них будет переименована в соответствии с федеральным законодательством. То, что нам диктует сегодня Министерство культуры Российской Федерации – это приказы и методические рекомендации. Как избежать рецидивов и помочь бывшим заключенным адаптироваться в обычной жизни, обсудили на специальной видеоконференции между региональными управлениями УФСИН России. Методик помощи осужденным, помогающим выйти из замкнутого круга и влиться в нормальную жизнь, много. Впервые представители Федеральной службы исполнения наказаний Архангельска, Москвы, Ставрополя и других регионов обменялись опытом и обсудили проекты по сопровождению бывших осужденных в формате видеоконференции. Свой опыт по предотвращению повторных преступлений представило и Архангельское управление исполнения наказаний. Есть система общей профилактики, частной профилактики. Это работа и с нашими коллегами из полиции, общественной организации. Правительство области работает. Есть программа по Архангельской области. В нашем регионе заключенные во время отбывания срока могут получить профессию более чем по 50 направлениям. Например, повар, столяр, автослесарь. Служба УФСИН помогает восстановить утерянные документы, сохранить связь с родственниками и друзьями, чтобы после освобождения эти люди смогли оказать поддержку бывшему заключенному. Однако, как показывает опыт, этих действий недостаточно. Проблема рецидивов в нашем регионе довольно актуальна. Проводится большая работа по социализации бывших осужденных, по их адаптации. Но, как правило, это, прежде всего, мне кажется, это бытовое, нетрудовое устройство. Человек выходит, если он не может найти на свободе работу, если у него нет дома. Конечно, это из основных причин того, что он вновь идет и совершает подобные преступления, и потом приходят места лишения свободы. Во многих регионах созданы службы социального сопровождения бывших заключенных. С их помощью они могут пройти полный курс реабилитации после отбывания срока. Участники конференции планируют выступить с инициативой о принятии федерального закона об обязательной службе социального сопровождения. Екатерина Широкова, Ольга Корсулина, Регион 29. В книгах с головой фотовыставку с таким названием организовали архангельские лицеисты. Вместе с детьми в объектив попали и их родители. Выставка про тех, кто читает книги на фото дети, родителей и даже домашние животные, чей досуг связан с чтением. Такую экспозицию организовали учащиеся архангельского лицея имени Ломоносова. Среди участников Юлия Кравченко и ее дочь Виктория. Мама признается, что дочери удалось заразить ее классической литературой. Благодаря проекту они стали больше проводить времени вместе за чтением. На самом деле актуальность учтения не только семейного, но и вообще в настоящее время очень упала. Среди знакомых, друзей, очень мало читающих людей. Те, кто не только прочитает книгу, а поймет ее смысл, углубиться в суть книги. Всего в проекте приняло участие 22 семьи. Автор идеи Ольга Зелянина признается, что организовать фотосессии было непросто. Работа, учеба, дом. Но выбранный формат смог заинтересовать и учеников, и их родителей. Хотелось вот что-то такого, что может объединить родителей и детей. И в то же время, чтобы было актуально, и чтобы оно было именно в рамках родной культуры, родного языка, родной литературы. Поэтому вот как-то внезапно совершенно пришло озарение. Это уже вторая выставка лицистов, посвященная чтению. В прошлом году в объектив камеры попали только сами учащиеся. И на этом решили не останавливаться. На открытии этой выставки организаторы уже придумывают идеи следующей. Наталья Пулина, Александр Кузнецов, Регион 29. До 17 ноября в Лумановсовском ДК работает выставка продажи изделий меховой компании «Белка». Что производитель предлагает архангелогородцам, узнаем прямо сейчас. Короткие и длинные, разноцветные, классические и ультрамодные. В путешествие в королевство меха северянок снова приглашает кировская меховая компания «Белка». Норка, мутон, овчина, каракуль, богатство модельного ряда не оставит равнодушной даже самую требовательную покупательницу. И ассортимент впечатляет. Шубы, жилеты, головные уборы – всего более тысячи изделий. Кировская компания «Белка» предлагает шубы только российского производства. Каждое изделие чипировано. Мы очень рады, что вновь приехали в ваш город. В новом сезоне мы готовы порадовать жителей Архангельска огромным выбором шуб из норки, различных фасонов и цветовой гаммы, а также жилетов. Например, норковую шубу вы можете приобрести за 57 тысяч рублей, а мутоновую – всего лишь за 9. Смелый дизайнерский ход или элегантная классика, полный размерный ряд и демократичные цены. Все это приятно удивит любую покупательницу, тем более, что на выставке продажи «Белка» можно оформить рассрочку. Если вам понравилась шуба за 48 тысяч рублей, вы можете оформить рассрочку прямо у нас на выставке. Без переплаты и первоначального взноса. Для этого вам понадобится только паспорт. Всего 10-15 минут и шуба ваша. Кировское царство меха расположилось в Ломоносовском дворце культуры по адресу улица Никитова-1. Выставка будет работать до 17 ноября включительно с 10 утра до 7 вечера. Модницы, не упустите возможность порадовать себя красивой обновкой. Мультфильм верхнитуемских школьников станет участником кинофестиваля «Арктик Опен». Пластилиново-анимационный фильм «Чудеса Архангельской области» ярко и необычно рассказывает о достопримечательностях региона. Такой подарок подготовили учащиеся Афанасьевской средней школы к 80-летию Архангельской области. Фильм создан под руководством педагогов школы Алены Губиной и Марины Соколенко. В четырехминутном ролике показаны главные достопримечательности региона. Кей-остров, Соловки, Каргополь, Космодром Плесецк, Северодвинск, Архангельск. Я леплю из пластилина чудеса родной земли, чтобы прославить нашу область, еще больше помогли. Стихотворный текст написали педагоги школы, а читает его второклассница Аня Рюмина. Губернатор Игорь Орлов пригласил верхнитуемских школьников и педагогов принять участие в кинофестивале «Арктик Опен», который пройдет в столице Поморья с 7 по 9 декабря и в Ломоносовской ассамблее, посвященной 80-летию Архангельской области. Продолжаем. Юбилейный полутора тысячный матч в российской суперлиге провел Архангельский водник. Соперниками подопечных Сергей Лихачева стал вернувшийся в этом сезоне после 7-летнего перерыва в высший дивизион Сыктывкарский строитель. С первых минут желто-зеленые завладели инициативой и уже на третьей минуте смогли открыть счет. Гол забил капитан водника Евгений Дергаев. В дальнейшем игра проходила при заметном преимуществе Архангела Городцев. Строитель вынужденно играл в обороне и впервые подойти к воротам Михаила Шиляева смог только на исходе 15-й минуты игры. Впрочем, забить командой Сыктывкара за всю игру так и не смогла. А вот водник трижды отличился в первом тайме и столько же во втором. Итоговый счет 6-0 в пользу водника. Ну просто реализовали, наверное, моменты. Сегодня стандарты забили наконец-то, потому что никак что-то у нас после кубка на кубке, если многое получалось, то есть забивали голы и добивание после отскока от ротаря было очень много. То что-то в начале чемпионата не идет. Сегодня наконец-то прорвало. Наверное, погода хорошая, в принципе, для хоккея. Хоккейная и лед хороший. После трех туров в активе водника 6 очков и шестая строчка в турнирной таблице следующий матч «Желто-зеленый» проведут 14 ноября на выезде против московского «Динамо». Зима еще не вступила в свои права. Горожане уже вовсю играют в снежки. Это спортсмены-любители начали подготовку к масштабному турниру по Юки Гассен. Алексей Карельский продолжит. Эти ребята кличут зиму. Игрой в снежки. Точнее, в их подобии, набитая пластиковыми шариками. Имя этому действу Юки Гассен. Эта японская командная забава пришла в столицу Поморья три года назад транзитом через Скандинавию. И сегодня активно набирает обороты и новых участников. Последняя вербовка произошла на площади Ленина под видом открытой тренировки. Сегодня здесь у нас три опытные команды, которые регулярно побеждают у нас в чемпионате. И, соответственно, люди еще, которые проходили мимо, мы их перемешиваем, они играют как-то вместе. Это подготовка к зимнему турниру, который у нас ожидается крупной. У нас ожидается норвежская команда, но, во всяком случае, они обещали, что приедут. И еще, возможно, команда из Мурманска, еще команда из области. Юки Гассен веселая, но при этом нешуточная перестрелка. Все по правилам. Площадка с укрытиями, флаги, которые нужно захватить для победы. Приводит к ней также полное изничтожение соперников, ну или численное превосходство к концу трехминутного периода. Для общей победы нужно одержать верх в двух раундах противостояния. В бою сходится пара дружин по семь игроков в каждой, то бишь четыре нападающих и три защитника. Действиями команды сбровки руководит капитан. В дружине «Монохром» роль лидера отведена Виктории Колокольцевой. Он кричит, сколько человек за бортом, он кричит, сколько мячей и стоит ли экономить. Он помогает ребятам морально, психически, я думаю. А не скучно стоять за линией поля? Нет, у меня очень сердце за них болеет, потому что я думаю, выиграют они или нет, справятся, кто боится, кто переживает. Они сегодня играли первый раз. Дебютанты или опытный игрок – неважно. Победители в этот день не определяли. Тренировка все-таки. А вот на зимнем турнире битва будет не на шутку. Ведь накануне просто победа, а путевка в город по братьям Архангельска в Вардио на чемпионат по юге Гассен. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. На этом у меня все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова